так что сегодня разведка идем за мной со мной сегодня разведка покажем небольшое местечко у нас в беларуси он назывался поселок городского типа городок до называет ну да ну да городок лептокаре курортный городок курортный городок мы посмотрим походим по магазинам приценим ся посмотрим что поменялось за это время ну и что интересное будем вам показывать так что смотрите не переключайтесь вот почти в каждом отеле вот такая вот капличка или церквушка есть потому что страна очень регулиозная вот все тут крестьяне вот очень православные верни да все здесь православные очень верующий народ и как бы это нормальное явление ведь а красивая такая потом вам покажу что как там внутри так зашел местную маленькую церквушечку покажу как тут роспись видите все красиво да такая которая при отеле находится все речки тут не знаю а жертвуешь короче берешь свечку и можно зажечь это надписи верни или пожелания или молитвы тут георгий победоносец убивающий змея греческая школа письма хирургий и мы почему так вот так вот вот так вот пляж выглядит с обратной стороны он видите горы это гора олимп целая сеть и пошла там выше выше горы 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 и эти сумасшедшие цикады которые не дают нам ночью спать вот такие виллы здесь по берегу но они как понимаю очень старые еще может быть 70-х годов а нам аж вот где тот мыс и наверно где конец этого мыс окончается до давно мы не были ну вот по этой дороге такой вот гравейки до вдоль набережной да я прибыль сейчас приближу ну да нам скорее всего он его туда не знаю насколько хватит вот ну вот от от нашего отеля получается по дороге то вдоль набережи три километра ну заодно вот все жирки растрясти вот что на ели ну вот пойдем посмотрим ну естественно море это яхта вот кому хорошо вот а здесь смотрите сока шашлыка ходит я такого еще не видел то реально первый раз только много пострите сколько много тут нора штук стул и их этих барашек целая да тара целая он старичок за ней сможет и каждый барашек по 100 долларов 100 евро каждый вот 100 евро каждый барашек и посчитается сока здесь тот кто первый даст ответ получит приз от меня кто сосчитает всех барашек да вон все как много ну что мы тут идем вдоль набережной и вот тут достаточно большой такой вот сад старые оливки вот эти сосны греческие красивые южные они называются или как не знаю ну мне очень нравится пушистые и вот смотрите здесь уже как у них ловят рыбу по несколько удил на одну подпорку такую что поймает не знаю потом может посмотрим на обратном пути рыбу здесь ловят вот такими какими-то забросами или как заброшки называются не заброшки а заброски лески без удочек забрасывают просто и потом тянут не знаю что там за начинка вот вот ну может на какого-нибудь этого ракушку и ловят что-то ну вот такие вот видите и и деревья красивые и вы и виллы такие скорее всего их сдают туристам отдыхающим хотя вот номера тот машин греческие все народ отдыхает и утря и да может это как дача у людей и море вот буквально вот видите вот море и вот так дорога по которой мы идем и тут вот вдоль всей набережной этой вот такие виллы ну скорее всего это частные люди живут а вот там вот же непонятно не то отель какой-то недостроенный не то еще что-то или может уже ну сколько мы тут раз были он все время вот такой как развалины вот это мне вилла всегда нравилась она такая вообще как с каких-то 30-х годов обалденная видите какой домик кто-то там живет сейчас скажут частная собственность снимать нельзя класс и территория большая зеленая ну вот тоже недостроенный отель но его потихоньку строят и вдали он видите сразу гора олимп он там ты думаешь конечно ну может ну может строители живут и он видите вдали горы какие величественные мы все следует вперед наш путь вон туда к этим белым домиком о смотрите а здесь кто-то лошадей так для души держит такая пятнистая как прямо в этих ковбойских фильмах олимп и мед где мед а да и мы в прошлый раз тоже когда здесь были здесь какие-то козы были у него да по-моему ну да то собачки были он продавал пальма видите как высохла ну вот некоторые греки очень любят животных для души там держит хотя у нее тут такое видите бардак какой-то тут он бардак байдарка утонула вы высохшим высохшим пруде ну что у него зато вон примечательная красивая это сосна а она к нам пришла поздороваться ну конечно греческая лошадь привет как тебе поживается здесь посмотрите в ее счастливые греческие глаза емера хорошо продажал жарко здесь весь они худые тут какие-то едят они здесь нужно и не это остатки этого наверное как его пальмы вот видите тут местным лошадям зеленую травку увидеть это за радость ну да не знаю может это какая-то вкусная очень ну да потому что вон травы хватает но она вот сюда пришла ладно мы идем дальше наш путь уже скоро мы придем лептокаре уже нам еще чуть-чуть осталось два километра совсем море теплое как парное молоко сейчас уже восьмой час вон народ сидит в воде и вылазить им даже желание никакого нет вот смотрите какой-то как на пике этом эвересте что-то построили башеньку и какой-то мужичок что-то делает не знаю подгребает весело здесь народ отдыхает вот такие тоже есть витя весенка на второй этаж неизвестно куда она и ведет но это уже отель скорее всего потому что не вела видно что людям сдают и вот это такая вот маленькая аккуратная частная собственно снимать нельзя тоже вечерний клев встретиться только удочек что не здесь ловит осьминогов омаров кальмаров непонятно ну да что-то ловит народ деликатесно и вкусно не зря же столько удочек да мы думали это штатив для фотографов там что-то должен был делать но это ведь это такие специально они штативы приспосабливают подудила сейчас еще покажу вам и вот так вот ловят вечерний клев в самом разгаре закинет рыбачок удочку ох ничего себе как далеко плюхнулась на метров 150 так точно так вот часов уже 8 и это уже мы пришли в лептокарию и это пляж народ вовсю развлекается загорает не собирается уходить вот девочка тут какие-то кульбиты вытворяет и тут везде по кругу вот вернее по кругу а по набережной отеле отеля сейчас покажу посмотрите вот так выглядят греческие пионерские лагеря в палатках живут такие вот кемпинги типа да ты думаешь мог какой-то ну может да это кемпинги а вот смотрите какие есть гостиницы есть два варианта можно за 5 евро в сутках сутки а может быть и дешевле не знаю вот в таком вот не может и дрожа до в таком вот номере разместиться вот море как говорится он через окошко через дорогу где бабулька что-то там спускала или кого-то ловила да не вот такие вы видите дешевые варианты здесь люди приезжают на машинах наверно со всей европы селятся питаются в тавернях ну или сами готовят и живут в таких вот не знаю мне они напоминают какие-то индийские трущобы или второе варианта как наш отель в типа такого вот заселился все включено то есть и красиво но есть конечно но я говорю или второй вариант в отеле так вот люди да это вот дешевый вариант они идут думаю миссисами живут в таких местах вот советское общежитиями напоминает вот или а это вот пионерский лагерь правда сейчас детей нету ну вот не знаю я как-то пострел мне уже грустно стало тут никаких развлечений особо им нет домики наша как-то вот эти пионерские лагеря советской эпохи во много раз как-то я думаю детям там повеселее будет и вот мы пришли это первая дома вот этой лептокарии местечко скорее всего это городок да будет не будет же это поселок городского типа ну банк же здесь есть где же вы видели у нас чтобы был какой-нибудь в поселке или в деревне банк только сберкасса какая-нибудь и почта здесь вон реально и магазин и бутики не городок все-таки это будем да бумчит ну да будем считать что это все-таки городок да потому что здесь и сувенирных лавок полно вот и всего такого до ну да и на ярмарку мы сходим посмотрим потом поснимаю вам покажу ну вот мы в лептокарии все это мне напоминает какую-то кубу или мексику не знаю как вам мне вот эти старые не отели куба или мексика и идем в центр по магазинам по антикварным антикварным по сувенирным лавкам кафешка какая-то здесь мне нравится из брамора нормально так они выложили латка такая необычная стильно смотрится и вот сейчас ну тут в основном сейчас больше машин конечно греческий стоит странно как ни странно раньше тут болгаров румынов венгров полно было то есть вся эта вот улица была заставлена именно вот такими вот машинами с этих регионов так вот такие вот домики интересны практически я уверен 90 процентов здесь наверно всех вот таких вот домиков и зданий сдается под какие-то эти курортом под эти кому издается вообще сдается все туристам в аренду кто не хочет жить в гостинице то есть хочет сам себе как грится на произвол бы то до снял себе эти апартаменты и живет здесь в свое удовольствие море тут он через дорогу буквально он и помыться можно только что наверно скорее всего нужно готовить самому на 3 какая красивая вещь мы увидели это вход такой я думал это начали из ракушек это из этих как его с камней таких овальных выложены и дальше вот вход ну красиво оригинально тут у них таких камней ванны в принципе такие как плоских полно то почему бы и нет чем все тут как бы очень мило и красиво смотрите какая ракушка вот это все так вот как по этой основной улице которая возле набережной три километра пролетела незаметно растрясли все что съели идем дальше что тут интересно ну а здесь вот а ну там ну давай дальше посмотрим здесь вот обломки мрамора используются как здесь а там быть видно отсюда там тоже вот смотрите какая веранда красивая нам так не жить это только в греции настолько будто вы камень а здесь вон плоского хватает много интересная такая весит тут плитка тут в принципе везде вот люди живут отдыхающие и вот уже начались а такие мы должны брызгалки купить племянником тоже вот интересно таки видите старые старая видна гостиница очень в таком стиле вот мне тоже такая кладка мне нравится класс конечно хорошо когда очень много плоского камня можно такую красоту выложить четко и красиво а ко мне здесь не хватает прикольное дерево здесь на похожие как бы его но это не его что такое вот люди живут тоже в общем тут да вот кто-то снял себе у них сразу он вышел и море под самым носом и вот тут уже лавки лавки эти сувенирные полезные и вся набережная вся в отелях так а мы все движемся вперед там сейчас будет пересекаться другая улица центральная на нее пойдем и уже там вверх основная пойдет их не от набережная улица туда горам а тут все такое сувениру сувениры давайте вам покажу эти магнитики что тут есть у них магнитиков у всяких полной греческие воины вот матраса продает какие овощные вот мы на эту которая пересекается улица вышли она там идет от горы и к этой как его набережной здесь тоже такая движуха вечером тут обычно тоже народа здесь полно и сувениры все здесь вечером отдыхающих жизнь кипит да все сидят по барам пьют и отдыхают один словом на то не отдыхающие очень много немцев поляков кого-то счет он французы то попадать сможет какие в бельгийте есть я не знаю но это в основном немецкая такая речь слышится английская и польская куда детский комплекс купили вот такие вкусняшки замороженный сок то есть тут все и соки мороженое в одном флаконе в принципе так как мороженое но не мороженое ну как бы как бы получается здесь такая колотый лед вместе с этим соком перемешали в принципе вот так как бы такой порой сама такой приятного что попробовать вот одну лимонную взяли а вторая апельсиновая лимонная очень кислая и апельсиновая а вторая личная в них на такую жару это литву жажду и голод вот таким одним флаконом можно только стоит одна полтора евро полтора евро вот вот такая кузняшка все сейчас уже идем обратно посмотрели сувенируйтесь кое к чему притянились следующие видео я сниму когда уже был днем это на ярмарку стоит обратно будем сувенируйтесь как бы когда будет светло уже получим будет вам видно так что все не прощая смотрим дальше вот греческий щеночек пришел и понимает все по-русски хорошо доброту все понимают ну мы тебя что-нибудь купим обязательно не тут все-таки худые собачки жарко им всем приветик ну что выбрались мы опять в город прошлый раз мы сюда не дошли вечером когда были аль вот это очень такая ну тут ярмарка проходила вид за вечером здесь движуха совсем другая все для туристов развлекает их катает на паровозе когда что сегодня вот ну это у них центр как вы считаете как бы это цвета будет все что получится покажу там правда у меня уже очень мало это какого батарейка садится в сжатом формате покажу вот что у них здесь есть мы были прошлый раз ночью вообще движуха столько народа никто не спит все это глянь ну все пошли дальше покажу там дальше есть ну здесь вот такое что-то типа небольшого луна парка такие видите паровозики кездоровский детям наверное нравится это все дело красочные с этой стороны видите тут больше для таких совсем малышей вон висиком морда тигра страшная можно в нее залезть тут он тоже детям тут весело уже время они тут проводят здоровско батарейка в любое время сядет поэтому что не удивляйтесь сюда нас привезли с отеля на эту площадку а тут оказывается видите в гору целая такая как бродвей улица вся в сувенирах бутиках магазинах вечером гуляли то есть тут как арбат что-то типа арбата туристов полно вначале вверх пойдем до или снизу чем ну да и вот там вот идет ведет вверх дорога я нравится в город там уже трасса чем мы пока тут пришли решили какие-то покупки посмотреть так мы пока все гуляем идем вверх здесь вот какая-то тоже комната игровая тут бойкая торговля идет все по 5 евро и вот так дальше дальше будем вверх подниматься свыше и выше вот такой вот курортный городок и вдали он там уже горы какая-то на это какой-то знак несет тут направо на фуа мы все движемся вперед горам но тут вот как бы народ все покупает смотрит вечером после пляжа гуляют магазин знаменитых греческих мехов ну как нам сказали лучше ехать в салонике салониках и все посмотреть смехами специальный тур есть за шубами ну мы уже почти под самый этот конец этой улице основных пришли тут народа поменьше стало батарейка уже садится украшение амулетики и эти натуральный мех вот такое это дерево мы заметили видите с амулетами висит различными украшениями но это тоже скорее всего для продажи все вот возвращаемся обратно молодежь тусует веселиться вот местная дискотека прибрежная у народ видно еще до кондиции не дошел поэтому тусуется только два-три человека танцуют тусуют Roswell кротина 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 а вот дев hired львьййййййййййййййййййййййййййййййййййййййя меййййййййййййййййййя spiral